Мы сегодня будем рассматривать очень важную тему, жизненно важную и применимую всегда. Которая называется «Общественное бытие и общественное сознание». Мы с вами различаем индивидуальное бытие и индивидуальное сознание с одной стороны, или общественное бытие, и общественное сознание с другой стороны. Это разные понятия, правда? Одно дело – сознание отдельного человека, и много разных видов в этом смысле сознания, они отличаются очень сильно. А другое дело – сознание общества в целом. И одно дело – бытие отдельного человека, и другое дело – бытие общества в целом. Вот скажите, пожалуйста, правильно ли будет утверждать, что бытие определяет сознание? Какие мысли? Вот я в метро тоже увидел такую рекламу. Девушка симпатичная дорисована, написано «Я то, что я пью». А у вас то, что вы надеваете, и зачем сидите, то вы и есть. То есть бытие ваше определяет сознание. Что вы поели, так сказать, котлету с капустой? Такое у вас и сознание. Какие у вас стулы, какая мебель, да, где вы ходите, где отдыхаете? Такое вы и есть, этим всё определено. Так? А зачем вы сюда пришли? Если же мы чем занимаемся-то? Идеями. Не заметили, нет? А вы так вот взяли, ну, я понял, что вы решили взять ударно сюда, на себя. Остальные молчали. Думаю, пусть меня ругает сейчас с ним. Потом вы потом не забудьте его компенсировать, ему потери, товарищи. Моральный, моральный вред, который бы нанесен. По идее, если определяющим является бытие, зачем эти занятия? По-моему, тут и философия не нужна. Да конфликтология, она тоже в сфере сознания относится, а не к сознанию, а не к бытию. Раз определяющим является бытие, надо думать о другом. О том, что есть, что наебать, где быть, где находиться и так далее. Значит, вот я должен вам доложить официально, как преподобатель и специалист по философии, что это неверное, совершенно в корне неверное понимание. Такого нет, такого научного тезиса, что бытие определяет сознание. Мы с вами рассматривали вопрос о бытии сознания, да? Но вот как он звучал, тот основной вопрос философии, который мы рассматривали. Он звучал так, что первично, а что вторично. Что первично, что вторично. Первично бытие или сознание. Если представители философии считают, что первично сознание – это идеалисты. Если они считают, что первично бытие, материя, то они материалисты. А есть путаники. Вот, скажем, если вы для интереса возьмёте и почитаете работу Ленина «Материализм и империкритицизм». Там очень малая часть этой книжки – изложение материалистической позиции и идеалистической позиции. В двух её видах там идеализм объективный и идеализм субъективный. А дальше идёт перечисление всяких таких вот концепций философских, в которых спутаны вместе материализм и идеализм. И это вот как материалисты решают другой вопрос, как идеалисты – кашеобразные такие деятели, которые не могут удержаться на какой-то одной позиции. И у них полная каша. Вот это империоманисты, империосимволисты, империокритики. Отсюда вот материализм и империокритицизм. Такие вот концепции были тогда очень распространены, которые где-то болтались между наукой, так сказать, материалистической, идеалистической. И просто это люди непоследовательные ни в одном отношении, ни в другом. Сказать, что таких сейчас нет, не скажу. Например, вот я присутствовал ещё когда работал в Институте повышения квалификации на кафедре философии и культурологии. И вот у нас была конференция по антологии. И я там, значит, на этой конференции даже целую секцию возглавлял. И вот на этой конференции по антологии выступает мой коллега. Выступает с таким докладом, что вот... Если вот вещи наделены смыслом, то они есть. Вот у вас тетрадка наделена смыслом, в ней писать, правда? Вы ему звоните, он тоже есть. А вот если вещи не наделены смыслом, то их и нет. И так пространная тема раскрывается. Интересно, загадочно так, да? Если вот ваша поза такая наделена смыслом, то она есть. А если не наделена, то ее и нет. То есть, или у вас смысл это в том, что вы думаете. Да, это да-да, она есть. А если нет, то так просто подпираете, то и едет ее. Короче говоря, вот такая вот дилемма так вот сформулирована, здорово. Ну, я как коллега спрашиваю. А вот я правильно понял, что если вещи не наделены смыслом, то их и нет? Он говорит, да. Я говорю, а кто наделяетесь? Вот кто? Вы, я или... Ну, как-то сейчас неприлично, говорит Бог. Я говорю, да, трансцендентное. Он говорит, ну да. Хорошо. Значит, я правильно понял? Вот если вещи не наделены смыслом, то их и нет. А если их нет, то нечего и наделять. Логично? Кто-то так задумался. Говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? Я говорю, а умищи-то куда я могу деть? Да я могу деть. Ну, если нет, то нечего и наделять. А еще вот у нас был такой товарищ, очень хороший, да очень опытный, заслуженный деятель науки, Валерий Николаевич Саготовский. Написал книгу «Три ада бытия». Три ада вместе пишется немножко, мы его дразнили, три ада бытия. Ну, первое, значит, это вот бытие, вот это, бытие у вас в голове, и… Как бы он не говорит, что он идеалист. А вот, ну, приятно же знать, что кто-то вот думает о вас, правда, там? Ну, какая-нибудь звезда, пусть о вас думает, плохо, что ли? Вы не требуете, но если кто-то там думает. Я вот однажды иду по Невскому проспекту, а там ходят пропагандисты этих западных религий, и вот мне раз книжку, а я иду дальше и читаю. Бог думает о вас. У него есть план хорошей вашей жизни. Это же приятно, да? Думаете, есть план. А то так чувствуешь, особенно перед экзаменом осиротевшим. А там вот люди думают о себе очень заманчиво. Поэтому материализм, конечно, за год как-то он заставляет тебя самостоятельно всё делать, вот, без опоры духовной, без скреп вот этих самых тяжело. Без скреп тяжело же, правда? Вам тяжело же? Да, так-то тяжело. Ну, такая жизнь. Поэтому, значит, вот мы знаем, что вот это вот понятие о том, что такое бытие и что такое сознание, это два, так сказать, понятия, которые составляют элементы основного вопроса философии. Или бытие первично, то есть материя первична, тогда, значит, она является определяющей. Сознание вторичное. Или сознание первично, тогда бытие вторичное. А вот такого тезиса, который, тем не менее, очень широко распространён, куда не сунешься, в книжки, там, в библиотеке пойдёте, что бытие определяет сознание, это вообще безграмотное совершенно утверждение. Бытие не определяет сознание. Не определяет. А что определяет ваше сознание? Это не так просто, не такой простой вопрос. Если вы думаете, вы мне ответите, вы, я думаю, не ответите. Вот и не отвечает. А не потому, что вы не хотите отвечать. А потому что, а вот, товарищи, а ваше сознание что определяет-то? Можете сказать? Нет, вы это должны сказать. Вы так руку держали долго, что уже должны уже и сказать. Вот так вот, кто так вот держал руки, а она ей говорит, я умываю руки, пусть вот говорит. Ну так, что определяет ваше сознание? Ну что-то ведь определяет. Есть тот набор кейсов. А? Есть тот набор случайных и случайных, которые... Набор? Я пропустил через свое сознание. Вы пропустили через свое сознание. Набор чего? Набор кейсов. Случайных, случаев. Случаев, то есть вы человек случайный, волей и случаев. Самый случайный человек из всех случайных. Опыт бесцельных, прошедших лет. Жертва случая. Будьте осторожны. Главное, чтобы не было несчастных случаев. Потому что берегите себя, молодой человек. А вы чем определяетесь? У вас что-то есть определяющее? Чем? Вот вы определены. Вы же человек? Не отрицаете, да? Вот. И чем вы как человек определяете? Не знаете. Я, говорит, человек честный. По крайней мере, вот это у меня не отнимешь и все. И уже на нее так не нападешь. Правильно? А вы, вас жалко. Все. Ибо надо вот, берегите его. Мало ли тут какие случаи могут быть. Что-то упадет или он спрыгнет откуда-нибудь. То есть, страшное дело, да. Так. Ну, вас я уже не спрашиваю. Вас уже спросил. Осталось двое. А вы чем-то определяете? То, что это вы вот такая, а не другая? Чем это определяется? Не знаю. Не знаете. Это вы в компанию к нему, что ли, идете, да? А у вас своя компания или вы тоже? В эту компанию вас трое, да. А, ну, трое нормально, да. Четыре уже много было, два мало. А трое – хорошо. Можно я скажу про знания? Потому что я и не сам придумал, и сам тоже не додумался. Вот вы не додумались, и я не додумался. Я прочитал у Марка. Есть у него такая маленькая, маленькая на полторы страницы работа. Называется «Тезисы о Фербахе». И там написано про вас. Спросите, а что про меня? Вот что про вас там написано? Сказать? Про вас написано. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Не игры-случаи, как некоторые у нас утверждают. Не будем показывать пальцем на них. А человек есть продукт обстоятельств и воспитания. И даже я в эту формулу попадаю, как ваш преподаватель, потому что я, во-первых, обстоятельства, потому что я тут вот так получилось, что я у вас преподаю. Или так получилось, что вы, мои студенты, хотя бы какое-то время по какому-то курсу. Но еще не по последнему, еще у нас будет курс комплектологии. А с другой стороны, и воспитание. У вас родители что, не воспитывали? Столько они на вас сил потратили? Я надо вот позвонить вашему, дать ей телефончик. Я скажу, ваш сын считает, что он вообще в воле случая. Ваше воспитание никак на него не подействовало. Он считает, что вот просто игра такая в случае. Так сложились звезды, и вот он такой получился. А вы зря трудились. Или они не трудились? Не трудились? Трудились. Ну. А что вы так родители-то отпихнули от себя? Разве они вас не воспитывали? В человеке сколько-то обстоятельств и воспитания. А самовоспитание есть такое понятие? Ну, так это тоже не случай. Это вы сознательно ставите цели, добиваетесь их. А вы-то тоже как-то в сторону. Это вы специально так, чтобы вас пожалели, что ли? Чтобы у вас трудящиеся окружающие так представили. В воле есть лучи. Вот, видите, его... По случаю она не прямо в вас стреляла, а в воздух. И холостыми пушка. На Петропавловской крепости. Так. Так что человек есть продукт чего? Обстоятельности и воспитание. Поэтому не сказано, что он продукт тут просто бытия. И что бытие его определяет. Нет, воспитание точно это не бытие. Правильно? Это воспитание, это и разговоры, это и влияние разных людей. Вот, может, встретил человек какого-то человека, совсем не обязательно, что это только родители, которые очень сильно на вас повлияли. Бывает же такое? Бывает. И у всех есть людей, на его жизненном пути встречаются такие люди, которые оказывают на него влияние. Человек продукт обстоятельства. Какие сложились обстоятельства? Трудности у него были, или всё было легко ему. От этого зависит, как он себя ведёт. Человек умеет преодолевать трудности, или он никогда с ними не имел дела, а появились в первый раз. И он расплакался. Он уже не может их преодолевать, боится. И так далее. Или он к этому относится совершенно спокойно. Трудности для чего существовать? Чтобы с ними бороться. То есть, что здесь явилось решающим? Это всё индивидуально. Вот, скажем, у Ленина брата повесили, поскольку он покушение на царя готовил. Повлиял он на него? Я думаю, что повлиял. Повлияло, безусловно. Потому что он очень последовательно, так сказать, как-то боролся с царизмом. В том числе и даже в личном плане, не только в плане общественном. И это может быть и во многом другом. Вот вы ведь конфликтолог в становлении. А что повлияло на то, что вы сюда пришли? А что, конфликты были с кем-то? Внутренний конфликт или нет? Внутренний конфликт. А внутренний конфликт – это конфликт? Внутренний конфликт, вот противоречие, да. Внутреннее противоречие проходит. Насчет внутреннего конфликта – это какая-то… Это, по-моему, красивость какая-то такая, журналистская. У меня был внутренний конфликт. Я сам с собой сражался. Дал ему, а потом он подошел. Потому что, как мы определяли с вами конфликт, это противоречие, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Ну, какие там у вас внутри аргументы силы могут быть? Что там у вас? Печенка бьет селезенку? Или что, по голове бьет язык? Я не очень понимаю. Или голова по языку, как это понять? То есть, это вот не проходит это. То есть, человек – это продукт обстоятельств и воспитание. И обстоятельства могут быть самые разные. И нету таких людей, у которых совпадали бы обстоятельства. Правильно? Вот начнем говорить, у вас одни обстоятельства, у вас другие. И вы все индивидуальны. Нету таких двух человек, которые были бы одинаковыми. Путь у всех разный. С самого начала, с грудного возраста. А отсюда и ценность каждого человека. Потому что нету повторения. Не то, что два экземпляра. Сейчас вот некоторые боятся, говорят, вот будут клонировать людей, и что? И что дальше? Как только они противородятся на свет, они уже по своей дороге, каждый идет. И становятся самыми разными людьми. Если даже они при этом похожи, то это никакой серьезной роли не играет. Важно, какой человек, какая у него индивидуальность. Так вот, человек – это продукт обстоятельств и воспитание. Вот это надо запомнить на всю жизнь, потому что это очень важное положение. И как это ни преиспорбно, это мало кто знает, чем определяется индивидуум. А вот столь же мало знают, а чем определяется общественное сознание? Чем определяется общественное сознание? Вы не знаете. А вы, на первых, у нас в картах сидите, я к вам обращаюсь. Вы тоже не знаете, чем общественное сознание определяет? А вы что думаете по этому поводу? Понятно. То есть дружеский нейтралитет у вас. Понял. Так, а вы что думаете? Что определяет общественное сознание? Ваше индивидуальное развитие не привело к мысли о том, что общественное сознание определяется чем? А? Чем? Обстоятельности общественной жизни и культуры. Ну, как вы? Если вы меня сейчас спросите что-нибудь, я скажу, ну, все зависит от обстоятельств. Такой способ уйти от ответа. Я скажу, ну, смотрю по обстоятельствам. И вроде ответил, и не уклонился. Ну, и потом глубокомысленно же, правда? Ничто-нибудь. Вы тоже скажете так, глубокомысленно? Или что-то скажете более? Чем определяется общественное сознание? Может быть, сознанием каждого человека. Чем? Сознанием каждого отдельного человека. Желанием? Сознанием каждого. Сознанием каждого. Ну, и что получается в итоге? Каша, что ли? Ну, что-то среднее. Какая каша? Или усреднение какое-нибудь? Усреднение. А кто усредняет? Сидит государство? Дума усредняет, там, правительство. Так, у нас еще есть вот двое, там, товарищей. Нейтралитет. А? Сохраняю нейтралитет. То есть, вы дружественный нейтралитет сохраняете. И вы тоже дружественный нейтралитет. Ну, если дружественный нейтралитет, можно просто стрелять по ним? Уже нельзя. Стрелять по баху можно, а по ним нельзя. Они потом же формировку такую выбрали, что не трожь меня. Так. Так вот, дорогие товарищи, смею вам сообщить, как преподающий философии, что определяющим для общественного сознания является общественное бытие. Или другими словами, общественное бытие определяет общественное сознание. Должен вам также сообщить, что это, во-первых, не усвоено громадным большинством человечества, и даже оно ему и неизвестно. Больше вот рассуждают над тем, о том, что бытие определяет сознание, что является вообще ненаучной фразой, никакой не имеющей, так сказать, обоснования ни в чём. А вот общественное бытие определяет общественное сознание. Индивидуальное сознание общественное бытие не определяет. Мы вот в одном и том же обществе живём, а у вас одно сознание, а у меня другое. У вас оно хорошее, а у меня плохое. Поэтому проиндивидуальное мы решили. А вот общественное бытие определяет общественное сознание. Остаётся маленький вопрос. Во-первых, что такое общественное сознание? И второй, ещё менее маленький, но большой уже. А что такое общественное бытие? Потому что вот что такое общественное сознание? Это что? Это вот, если взять, совокупность всех мыслей, да? Если у всех людей будет общественное сознание? Ну, оно в чём-то выражено, должны быть эти мысли, правда? Чтобы оно было общественное, должны быть эти мысли высказаны. Если они не высказаны, то их как общественных мыслей нету. Правильно? Вот я много-много хотел вам сказать, но ничего не скажу. И что? Тогда вы узнаете от меня. Ничего. Поэтому мысли должны быть высказаны. То есть это общественные... Это те мысли, которые мы в обществе господствуют. Господствующие в обществе мысли. Что значит господство? Превалирует над другими. Вот, например, представление о том, что треугольник имеет три угла, явно превалирует над тем, что треугольник имеет четыре угла. Что такое господствующие мысли? Преобладает над другими. Я сейчас не говорю о том, что они ошибочные, неошибочные, правильные, неправильные, господствующие в обществе. Ну, вот, скажем, было время, когда в Германии господствовал фашизм? Да. А вы что такое фашизм знаете? Если вы сейчас попросите один из них нацизма фашизма, я корректно даже спокойствую. Нет, так а вдруг у вас фашизм, а вы не знаете? Не бывает так, что человек не знает, какая у него болезнь, потом он пошел к врачу, тот говорит, о, и у вас там? Фашизм. Как узнать, что у вас не фашизм? Ну, как? Как узнать? Нет, это чисто утилитарный вопрос такой. А вдруг это что-то хорошее, а мы не знаем? Еще кто-то знает? От какого слова-то хоть знаете это, нет? Фашизм. Ну? Это что значит? Ну, это веник, так сказать, пучок. Что, против веников выступаете? В этом состоит антифашизм. А что плохого, если веник? Веники это же хорошо, можно подметать. Он сказал, это дворники, это что, фашисты у нас? Сейчас, правда, уже не веники, сейчас другие стали. Стали с этим бороться, уже не природные веники, а которые пыль разгоняют просто. Не собирают ее кучу вас, а разгоняют ее. Так, и вы не знаете, что такое фашизм? Ну, кто-нибудь знает? Вот мне рассказывали, что вы антифашисты. Это правда? Кто-нибудь такой, кто-нибудь не сказал? Знающие люди. Которые знают, что такое фашизм. Они знают, а они говорят, вот эта группа, все антифашисты. Антифа теперь это называется, антифа. А фашисты это фа. Единственное, что вот эти ни фа, ни антифа не знают, ни что такое фа, ни что такое антифа. А так все хорошо. И даже там все переворачивается. Ну, как вообще, понятно, если нет научной точки зрения, она какая? Вульгарная. Если вульгарная, она, может быть, совпадает с научной. Вульгарная, ну, широко распространенная просто. Ну, мало ли такая, вот вулгар в народе. А вот этот край, тут вот нейтралитет в борьбе с фашизмом уже не приветствуется. Как это тут? У нас была борьба с фашизмом, такая мировая война. Вот, даже империалисты, часть приступила тоже к борьбе с фашизмом. Американский и английский империализм вместе с Советским Союзом боролись против фашизма. А вы хотите в стороночке отстоять? Вы как, никакую позицию не хотите занять? Какая у вас позиция в борьбе? Антифашистская. А? Антифашистская. Антифашистская. А в чем антифашизм у вас? Что такое фашизм? Может, это что-нибудь хорошее, а вы против? Это идеология. Идеология. Национализма, рашинизма. Разве фашизм – это идеология? Это из-за идеологии такая война была, из-за идеологии одной. С ума сойти. Вот если у нас с вами идеологический спор, чего воевать-то? Давайте спорить. Сядем, мы еще можно чай сюда принести. Наливать по стакану, пока все, весь самовар не выпьем. Это какая тут может быть война из идеологии, да? Согласились, не согласились, поспорили. Вы новые аргументы. Сегодня не доспорили, завтра встретимся, завтра еще самовар. Послезавтра самовар. Скажем, эту аудиторию, скажем, сюда не заходить. Здесь идет идеологическая борьба. И тут сидят, чаех пьют и рассуждают. Не проходит. А у вас тоже считаете, что это идеология фашизма? Ну да. Политическое решение. Какое? Политическое решение. Ну, это не просто, это совсем другое. А вы только что такое политика знаете? Чего-то я мне как-то даже неудобно чувствовал. Как это я нескромные вопросы вам задаю все время. Скажет, что у всех, все тихо, мирно было. Приходит, начинает спрашивать прямо, как допрашивать. Это ужас. Потом скажет, что это вы как будто коммунист на допросе у меня. А я вас сейчас спрашиваю, как это ужас. Даже думаю, надо что-то светлое одевать, а то скажет. Вы что, в черном и спрашиваетесь, и спрашиваетесь. Но все равно вы нас продвинули вперед. Политическое движение. Политика. Вот вы, наверное, знаете, что такое политика сейчас. Вот вы. Потому что вы очень все время лавируете политически, грамотно. Еще ни разу не ошиблись. Политика – это что? Я все тут в первый раз говорю, не хочу ошибаться. Лучка молчу. А? Так. Дала определение, а вы не дали. Она дала. Можете спорить с определением, молча вообще никакого нет. А у нее есть. Ну и остается... А вы знаете, что такое политика? Да, тяжело. Ну, мы не должны уворачиваться от тяжелых проблем. Значит, у нас фашизм определяется очень просто. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Жизнь я вас этим не облегчил. Почему? Потому что тут очень много составных в этом понятии фашизма. Во-первых, это диктатура. Это не должно вас смущать или пугать. Потому что всякое государство, как говорит наука, это какая-нибудь диктатура какого-нибудь класса. Хоть оно демократическое, хоть оно не демократическое, то всякое государство – это диктатура класса. И за всю историю человечества было несколько таких классовых диктатур. Это рабовладельческая диктатура, диктатура рабовладельцев. А как они там организовывают ее? Там и голосуют, и выступают, и спорят. Но это они между собой спорят, как душить этих самых рабов. Дальше и диктатура феодалов. Вот если бы вы были крестьянин, а я был бы помещик, я мог бы вас купить, я мог бы продать. Вам не нужен молодой, хороший, способный крестьянин? Вот того, в край спрашиваю. Они отвернулись даже. Никто не хочет вас покупать. Цену снижаю вдвое. Вам не нужен, молодой человек? Не нужен, да? Слушай, никто не хочет вас брать. Тогда будете у меня работать, продолжать. Значит, работаем так. Три дня у меня на барщине. Все, что там вы создали, это мое. Понятно, да? А вот четыре дня на моей земле вы работаете, но свое создаете. Все, что там создали, это ваше. Здорово, правда? Три дня всего у меня работаете, а у вас одно мне надо засолить, и все, и грибов набрать, и вспахать, и воронить. А четыре дня. Кто у нас? Значит, какие у вас права? Какие? Ну, хорошо работать. Какие еще вам нужны права? Есть у вас хозяин, барин, вам отец родной. Если будет голод, я вам дам даже в долг, конечно, зерно, чтобы вы не умерли, не страдайтесь. Такого не будет, как при капитализме, когда голод и все, умирают, никого и не надо. А у нас нет этого. Вы же мой крестьян. Если у вас не будет, так я буду плохой помещик. Правда? Чем больше у меня крестьян, тем же я лучше помещик. А если у меня будет только один, только вы, так мне руку никто не подаст. Надо много, чтобы было крестьян. Пойдете ко мне в крестьяне? А я спрашивать не буду, я вас куплю. Крестьян же продают. Землей без земли, семьей без земли. Это не проблема. Если вы крестьянского сословия, у вас можно просто купить. Ну, просто больше заплатить придется, чем за него. Это ясное дело. Но вы, я думаю, понимаете, что тут серьезный вопрос стоит. А вот убивать нельзя крестьянина. Ни в коем случае. Хоть и диктатуру, пожалуйста, там, все что угодно. При тьме можете бить, но убивать нельзя, не хорошо. И, наконец, вот буржуазный строй. Отличный строй. Диктатура буржуазии. Все голосуют, а все время у власти буржуазии. А все голосуют. Это же хорошо. Как бы все участвуют в этом деле. То есть всеобщая власть, а по существу все равно диктатура буржуазии. А эти вот коммунисты придут. Они по форме тоже будут голосовать, а по сущности будет диктатура рабочего класса. Все равно диктатура. Пока государство есть, это диктатура класса. Но это мы еще к этому вернемся. А пока у нас ведь весь вопрос, а что же такое общественное бытие и что такое общественное создание. И что значит общественное бытие определяет общественное сознание. Значит, сознание – это господствующие в обществе мысли. Так вот, господствующие в обществе мысли, они представляют свое отражение общественного бытия. Остается узнать, что такое общественное бытие. Солокопный опыт. Солокопный опыт. Что это? Солокопный опыт. Опыт. Что вы на людях опыты ставите? Посмотрим, сейчас его выбросим из окна, посмотрим, упадет, не упадет. Что это за солокопный опыт такой? Нет, бытие – это не опыт. Значит, общественное бытие, вот для того, чтобы вы были, что надо? Как вы думаете? Опыт надо или что? Ну, что надо, чтобы вы были? Чтобы вы не умерли. Что нужно, чтобы вы не умерли? Скажи. Скажи. А? Вот, кормить. Вот человек пришел к правильной мысли, материалистической. Что для того, чтобы он не умер, надо есть пить. Пить надо еще? Или вычеркиваем питье? Не вычеркиваем, а возвращаем. Есть пить, одеваться надо? Крыша над головой вам нужна? Крыша над головой. Вот для того, чтобы заниматься наукой, искусством, конфликтологией, философией, что нужно иметь? Есть пить, одеваться, иметь. То есть нужно постоянно, общество должно, чтобы существовать, чтобы оно не вымерли его члены, что должно делать? Постоянно воспроизводить материальные блага. И вот это вот производство материальных благ, общественное производство материальных благ, называется бытием общества. Или общественным бытием. Общественное бытие – это материальное производство. Понятно? Понятно, вроде бы. Но это только кажется, что понятно, потому что если я спрошу, что такое производство, то вы не ответите. Поэтому я и не спрошу у вас сначала, я спрошу у вас сначала более простой, задам вопрос, а что такое труд? Кто вот скажет, что такое труд? Начинает листать бумаги. Шорох конспектов. А? Шорох конспектов. Что такое труд? Слушай, вы придете домой, скажите, над нами издеваются, спрашивают, что такое труд. Ну, родители-то знают, наверное, что такое труд. Поскольку они на вас содержат все-таки какое-то время, да? Вот им приходится трудиться. Что такое труд, не скажете нам, что такое? Вот смотрите, вы производство не знаете, что такое, оно более сложное понятие, чем труд, а его определили труд через производство. Нужно сложное через простое определять или простое через сложное? Как вы считаете? Вот давайте что-нибудь попроще. А вы взяли через производство определение? Да еще совокупность там всего. А вы знаете, что такое труд? Ну что, не трудились никогда? А я по определенной через деятельность, через деятельность, чем с трудом. Ну как-то так вот. Вот меня-то как учили, я еще раз повторяю, меня учили, вот когда меня так критиковали, я тоже на вас нападаю, только меня тоже так же критиковали. Говорю, ну что вы, Михал Васильевич, так неубедительно говорите. Надо говорить убедительно. Ба-бо-бу-бэ-би-бэ. Убедительно? Ну вот тут сказал я, вы что, согласны с этим? Ну вот согласна. А так я скажу, ну пи-пи-пи-пи, вы конечно не согласны будете. А тут ба-бо-бу-бэ-би-бэ. Ну скажите так, чтобы это убедительно было. Что вы там говорите? Труд – это деятельность, чувственная или физическая? О, чувствуете? О, молодец. Деятельность. То есть если я какую-то, то есть беру и катаю камень, то направо, то налево, то направо, то налево. Я все время должен, во-первых, это физическая деятельность, правильно? А умственная, потому что я отличаю право от лево, от лево от право. И под ваше определение, ну сказали очень убедительно. Очень убедительно, и уже половина за вас, только половина за меня. Труд – это совокупность духовных и физических способностей. Это особый вид деятельности, направленный на удовлетворение по тренингу человеку. Ага, то есть если я булку ем, это труд. Это же особый вид деятельности, направленный на удовлетворение по тренингу человеку. У вас есть булка с собой? Нет. Ну что, ни у кого нет ничего пожевать, дайте мне, я вам покажу, как действует ваше определение. А вы специально не купили, знали, что я спрошу. И жадные вы оказались человеком. Это же, можно сказать, в методических целях сейчас бы вы демонстрировали. Ну правильно подпадает то, что я сказал? Деятельность, деятельность направлена на потребление. А потребление не противоположный процесс производства? А что вы мне противоположное тому, что я спрашиваю, вы даете? Вы что, думаете, я не узнаю, что это противоположное? Хотели обмануть меня? Не прошло. Может быть, это деятельность направлена на преобразование природы в духовные и материальные блага? Как вы можете природу преобразовать в духовные блага? Я не очень понимаю. В материальные я понимаю. Как вы в духовные блага природу преобразовываете? Это что такое новое? В принципе, у вас хороший ответ. Это деятельность направлена на преобразование природы. Если просто оставить призывание природы, взяли и взрыли всю землю, перерыли, это не труд, а может вредительство какое-нибудь. А вот направлено на преобразование в материальные и духовные, значит тут наоборот, это называется излишнее. Давайте на материальные блага остановимся, потому что в духовные блага надо преобразовывать дух. А материальные блага в духовные преобразовывать, это я не знаю кто-то может. Как вы можете материальные в духовные преобразовывать? Вот продать материальные, купить духовные, это да, это я понимаю. А как еще преобразовывать? Это труд, что ли? Значит, а в целом, в общем, вы по правильной дороге пошли. Значит, деятельность направлена на преобразование природы в цель удовлетворения потребностей или в целью получения материальных благ. Это блага, это и есть те, которые направлены, которые не потреблялись. Или более коротко, это, во-первых, целесообразная деятельность. Вы вообще, вы видели пчел когда-нибудь? Вот они точно преобразовывают природу в блага. Мед ели? Свечи видели? Это кто сделал? Пчелы сделали. Ну вот, поэтому в понятие еще труда ставится еще одно слово, целесообразная деятельность. А инстинктивная деятельность не является трудом. Ну вот муравейник, знаете, большой там как-то собрались, муравьи так стоят перед тем, как строить муравьи, говорят так, ну как будем строить, так посовещались и потом начали целесообразно строить этот дом. Или они инстинктивно строят? Это очень важное добавление. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. А материальные блага это те, которые пользу приносят людям, а не какой-нибудь вред. А вот у Маркса есть такое определение красивое. Потому что есть в науке не только вот правильное определение, а еще и красивое. Если вот представляете этот труд, да, это сейчас вот о том же самом расскажу словами Маркса. Это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабливает вещество природы при удовлетворении своих потребностей. Ну хорошо же? И полностью совпадает с тем, что вы сказали. Прямо вот вы, Маркс, два человека у нас сейчас рядом стоят. Так обычно пишут Маркс, Энгельс, Ленин, а тут можно прямо Маркса, потом вас, потом уже Энгельс и Ленин. Будет хорошо. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Красота. Я не знаю, как это забыть. Если хорошая такая формулировка, я вот не знаю, как вы любите, плохие запоминать формулировки или хорошие. Я лично вот хорошие запоминаю, потому что у меня памяти на плохие нету. Это невозможно же их удержать. Это как, знаете, что-то скользкое, какую-то жабу удержать в руках. Как вы их будете удержать? И тем не менее, сколько я видел случаев, когда какие-то плохие формулировки запоминают, хорошие нет. Лучше запоминать хорошие. Гениальные. Гениальные, если будешь запоминать, хуже не станет, только лучше. Вот. Но это труд. И вот представьте себе Арбинзона и Пятницу. Они, поскольку они потерпели крушение на необитаемом острове, то трудиться им приходится. Ну, чего-то они там сорвали, так, что-то посадили, семена достали, могут туда. В общем, это деятельность, такое они делают. Это производство. Труд-то налицо, труд налицо. А производство – более широкое понятие. Это что-то такое. Так вот производство. Дальше я не буду испытывать ваше терпение. А то скажете, вообще вы не читаете лекции, а только допрашиваете о нас. Как фашисты, коммунисты допрашивают. И не говорите еще, кто такие фашисты. Так вот, это я могу сказать, кто такие фашисты. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Это определение Георгия Димитрова, председателя исполкома Коминтерна, которое было занесено в решение исполкома Коминтерна 7-го Конгресса Коминтерна. Так вот, что такое производство? Производство. Есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Сейчас мы запишем, а потом будем по частям его как бы растолковывать и разбирать. Потому что запомнить можно только то, что понимаешь. А то, что не понимаешь, запомнить можно, но ненадолго. Оно все равно вылетит. Процесс. Производство. Есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. При этом, чтобы вы могли это запомнить сами для себя, вы должны понимать каждое слово. Правильно? Начнем с первого слова. Процесс. Кто-нибудь скажет, что такое процесс? Или сразу остановимся? Я слышал, высаживаются ноги. Процесс пошел. А что такое процесс? Знаете, что такое процесс? Ну, то есть мое как бы пожелание, чтобы русские слова, они воспринимались и понимались. Не чрезмерные. Правильно? Никакого конфликта на этой почве не может возникнуть. Как бы это желательно. Знаете, что такое процесс? Ну, что вы спрашиваете, дескать? Вот я тоже чувствую себя, что я вроде как что-то плохое делаю. А понять – это значит выразить в понятиях. Поэтому не выразишь в понятиях, не можешь передать другому. А раз не можешь передать другому, не обладаешь этим. Правильно? Вот если я могу это вам передать, то я это знаю. Поэтому тут вот такая задача, надо это выразить в понятиях. Так процесс что такое? Никто не знает, что ли? Если никто не знает, я скажу. А то вы скажете, что вы нам даете, и мы что, таких вещей не знаем? Что вы нам пришли и думаете, мы совсем уже ничего не знаем? Будете нам рассказывать, что такое процесс? Знаем мы, что такое ваш процесс? Что такое ваш процесс? Не знаете. Ну ладно, процесс – это изменение во времени. Сильно глубоко я сказал, что ли? Сказать, вот такую ерунду. Так вы бы такую ерунду и сказали, я бы вас и похвалил. Процесс – изменение во времени. Согласны с этим? То, что с временем не связано, не процесс. Процесс может более регистры идти, более медленный процесс, правильно? А нет, не просто вообще процесс. Всегда он так или иначе развивается во времени. Процесс, присвоение. Что такое присвоение? Это вот посложнее вопрос, этого вы можете и не знать. Кто может подумать или сказать, что такое присвоение? Вы пока подумайте, а я пока вот этот ваш телефончик заберу. Мне остаётся сейчас договориться только о том, чтобы… Давайте так, вот вы все, вы его знаете, он, видишь, он всё равно не знает, что такое присвоение. Давайте так, вы все скажете, что это мой телефон, правильно? Если кто будет спрашивать. И сейчас происходит процесс присвоения мною, вашего… Я вот присвоить его просто так не могу. Чтобы его присвоить, надо, чтобы много было людей, которые считали, что он мой. Правда же, это мой телефон? Вот видите, все… Вот я, а вот этот всё-то, вот вы, этот предатель. Ну что это такое? Вы так мой это телефон или не мой? Вы собираетесь экзамен сдавать? Рискует так. Человеку экзамену не выжимать. Человеку экзамену так и записываем. Всё, хорошо. То есть присвоение, конечно, оно предполагает свой-чужой, правда? Потому что если это присвоение, то, значит, если я сам объявлю, что я присваиваю, это как-то неубедительно. А вот если тут столько народу скажут, что это будет, ну всё, вы спорить будете, да это ваши товарищи. Чего вы спорить будете? И вообще, и пожалеть мне, мы же столько с вами знакомы, какой-то телефон, фу, заберите его, и сами присваивайте себе. Значит, присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Сейчас буду звонить. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Превращение в процесс своей. Вот если я сейчас превращаю в свою жизнедеятельность, я присваиваю. Идёте вы по магазину. Идёте, видите батон. Батон берёте и откусываете, идёте дальше к выходу мимо этих всех касс. Всё будет. А ничего не будет, скажут. Ну понятно, студенты идут. Чего они ещё скажут? Тут пенсионерку одну чуть довели до смерти, что они там считали, что она схватила кусок масла лишний. Она страдалась. А вас-то не доведёшь до смерти? Сказать, вы что не знаете? Я студент. И пошёл. Что с вами сделаю? А, говорит, студент. Ну пусть, пусть покушает. А то ведь никто их не кормит, этих студентов. У нас такие стихи рассказывали, когда я учился. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. И вот иду я и кушаю этот. Но если я сейчас пойду, я буду кушать, меня точно остановят. Вас-то нет. Это будет присвоение или усвоение? Ну, когда проголосите, уже точно будет усвоение. А вот когда вы идёте, это тоже присвоение. Если все вот это вот, люди там, которые присутствуют с этим, смирились, ну, и присвоили себе. А вы можете тому, кто начнёт против выступать, отдать оставшуюся часть. И пусть он стоит. А вы пошли. То, что не съели, отдайте ему. Он, наверное, тоже голодный. И всё. Превращение в свою жизнедеятельность. Вот что такое присвоение. Это очень важно. Такое в голову не придёт. Это такая научная формулировка строгая. Правильно, выбирайте его. И принесите завтра более дорогой. Потому что неприлично давать такой профессор. Правда? Что это такое? Не серьёзное. Это очень такое мне неудобно таскать, такую телегу. Тогда давайте телегу ещё к ней. Давайте к ней Мерседес. Я его помещу там и буду ехать. Так. Тогда договорились. Процесс. Вот, договорились. Процесс присвоения предметов природы. Предметы природы вам понятно, что такое? Так, назовите здесь какие-нибудь предметы природы. Здесь. Где мы находимся? Здесь, по-моему, яблочко с собой. А? Яблочко есть у кого-нибудь? Где вы? Яблочко. Зачем вам яблочко? Вы чем дышите? Воздухом? Чего вам яблочко? Мало вам воздуха? Так вам яблочко давай. Хотел под это дело яблочко получить. А стол вам не природа, что ли? Чего? Они вот такие рождаются в природе? Вот такие столы? Нет. Ну, так они, значит, что? А из чего сделано-то? А? А дерево. А дерево, это что, не природа? Ну, так это же природа. Вы как в лесу. В сосновом. А? Ну, это вот природа, которая очеловечена. Это еще и лучше. Вам удобно сидеть? А стул, что не природа? Он у вас там, видите, железные части железы, и что делают? А? А руда где лежит? В природе. Ну, так это же природа. Ну, переделанная, очеловеченная. А что, вот штепсель, это что? Не природа? Да. А что тут не природа? Ну, мы сейчас с вами на природе сейчас. Только очеловеченная природа, это нормально. А как еще, вы понимаете? А вы сейчас найдите не очеловечную природу. Что, думаете, вот эти вот деревья сами выросли? Уже их тут сажали. Что вы тут увидите? Что, растральные колонны, это что, сами тут стоят? Тоже поставлены. Гранитные набережные так и были, что ли, у Невы? Тоже поставлены. Песок там есть. Вот песок больше похож. Но уже там насыпались столько песка у Ветропавловской крепости, которые с другого места привезли. Что это очеловеченный песок тоже. Так, процесс присвоения предметов природы. То есть природа любой, предметы природы. Дальше. А как вы можете присвоить? Я уже вам говорил, что для того, чтобы присвоить, надо, чтобы это было не отношение двух людей, а чтобы общество с этим согласилось. То есть в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот теперь полное у нас определение. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Хорошо же? Вот будете допрашивать кого? Мало кто знает. Уже будет прямо вот. Будете как сказать. Мы в университете вот это выучили. Вы ничего этого не знаете? Уже вы сразу возвысились над другими? Сейчас можете в перерыве спрашивать по коридору, кто ходит. В том числе преподавателей. Мало кто ответит. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Всем понятно? Понятно. Сейчас производство пшеницы идет на полях у нас в России? Идет. Какой пшеницы? Пшеницы. А? Азимы. Ну вот видите, совершенно правильно. А труд там совершается сейчас на полях? А еще? Чего? Еще не будет. Нет. Значит так, производство может идти и без труда. Хорошо же. Вам нравится такое производство? Никакой автоматизации не надо. Идет и растет в себе. И все. Но для этого надо, чтобы оно росло. Что было сделать? Труд приложить. Когда? Когда прикладывали труд к Азимам? В октябре. В октябре. Да. А теперь, когда приложат труд, чтобы их собрать? В июле. Ну, в июле, июне, да? Вот и все. А когда собираются тут яровые посадить? Хозяин? А? В июле. Ну, и два. Вот это надо ждать, когда подсохнет. Сейчас утонут трактора и сетки. Поэтому Азимы и культуры. Труд может и не совершаться. А производство идёт. Вот очень хорошо. А вино как? Делают. Почему? Ценится вино десятилетней выдержки. Представляете? Вот сделают из винограда. Его раздавят. Получат сусло. Сусло перебродит. Получится вино. Его в бочке зальют. И это молодое вино. В бочке какие? Сосновое или дубовое? Дубовое. Иначе сосной будет пахнуть. Дубовое. И они там лежат. И вот сидят 10 лет мужики. И не выпили. Представляете, какая сила заключена в этом вине? Сила какая? Сила воли. Поэтому так и ценится. Если 10 лет. Выдержали, не выпили. Выдержали люди. Десятилетней выдержкой. А что, вину-то выдерживать? Ему-то ничего. И бочкам ничего. Людям надо выдержать эти 10 лет. Вот вам положить что-нибудь в холодильник вкусное. И сказать, ну, выдерживайте. И вы сегодня к вечеру уже всё съедите. А потом вам разве нужно какую-нибудь еду, которая недельной выдержки? Я думаю, вам такое не надо. Это вино, это особое. Там будет вид продукта. Там требуется выдержка. А здесь нет. То есть не надо путать производство и труд. Это разные процессы. Без труда производство не бывает. Но производство не сводится только к труду. Поэтому это вот... Когда сейчас идут такие процессы биологические, вот сейчас идёт рост, а зимы сейчас пошли, сейчас таяние снегов, вода пошла, значит, а зимы пошли в рост. А в это время решается вопрос о заключении договоров. О чём? Сколько нужно будет горюче-смазочных материалов, сколько выделить тракторов, машин, водителей для того, чтобы это всё убрать. Потому что убрать надо быстро. Не успеешь убрать, что будет? Что будет? Что-то как-то вы так очень... Сгниёт всё на полях. На полях что? Сгниёт. Сгниёт. Нет. Сначала высыпется, во-первых. Нормальный процесс, когда колоссия, они возревают, и из них сыпятся семена. Нормальный процесс природный. Значит, пока вы там рассосоливаете, раз, и половина зерна высыпалась, и всё, уже это безвозвратные потери. А потом дождик пойдёт, и если у вас там они просто срезаны и не подобраны, волки, дождик полил, начинает гнить и прорастать, и всё пропало. Так что это нужно очень оперативно и чётко очень делать. Поэтому, а когда это нужно решить? Сейчас надо решать. Вот сейчас и решают. Процесс производства. Ну вот, производство, то есть процесс присвоения природы в рамках определённой формы общества и посредством неё. И вот это производство, поскольку без него жизни нету, оно является определяющим для всего остального. Потому что всё начинается с производства. Будет производство, будет всё остальное. Не будет бумагу производить, нечего, не будет ваших тетрадок. Не будет тетрадок, говорит, будем писать на стенок. Стенок не будут производить. И так далее. Телефонов не будут производить. Звонить не будете по телефону. И никакие мысли не передадите своим товарищам. А мысли были ценные. Я вовремя не передал, они уже улетучились. Больше не вернуться ещё. Так они и сказали. Улетаем навсегда. И обидно. А так раз смс-ку послал, и у себя весь, и у него есть. Хорошо же? Это же материальный предмет. Природа. А человечина. То есть, общественное бытие определяет общественное сознание. У нас какое сейчас в России бытие? Выбор очень маленький. Был первобытно-общенный коммунизм, было коммунистическое бытие. Потом было рабовладельческое бытие. Потом было феодальное бытие. Как организовано производство? На феодальных принципах. Я барин, вы крестьяне. Вы барин, я крестьяне. Так, потом было буржуазное общество, буржуазное бытие. Потом было коммунистическое бытие в первой фазе в СССР и в ряде стран. Сейчас у нас опять какое бытие? Буржуазное. Так, если в обществе буржуазное бытие, какое сознание общества? Буржуазное сознание. В связи с этим у меня к вам вопрос. Кто победит на выборах? Не важно, кого избирать. Вот какие-то выборы. Ну, допустим, вот сейчас куда там собираются? В эти муниципалитеты. Какие партии победят? Буржуазное. Молодец, отлично. Так, а на выборах в парламент у нас будет, в дуло будет. Кто победит? Буржуазное. Буржуазное. Тоже отлично. А президенты, когда будут выбирать, кто победит? Буржуазное. Учитесь. Ну, вот тут пока сидели, мы так тихо, а вот там и ярко, и звонко так прозвучало. Поэтому вот она на выборах победит, если что. А в целом на выборах победит кто? Победит, победят буржуазные партии. Сколько раз надо это проверять? Сколько раз это проверялось уже? А всё время проверяется. Никаких неболосичек за всё. Почему? Ну, потому что если у нас буржуазное бытие, то сознание какое у нас общество? Буржуазное. А если общество голосует, то оно в соответствии со своим сознанием голосует или бессознательно? Сознательно. А если сознание буржуазное, то это не значит, что только буржуазное есть в этом сознании. Почему? Потому что всё противоречиво, и жизнь противоречива. Например, капиталистическое производство, там общественный характер производства есть? производства, носят общественный характер, но кто сделал вот этот телефон? Это сколько народу делало? Вот вы один звоните, а сколько делало его? Где делали-то его? Сейчас вся земля задействована была. Небось откуда-нибудь из Кореи, из Китая привезли. Ну, а там эти бедные собирали, и все это делали. А там же крышка металлическая, но это же опять руду добывали, это же кто там? Это шахтеры, шахтеры. Ну, а это вот металлурги выплавляли, а потом рабочие обрабатывали, это надо же все было заточить, отшлифовать. Пластмассу делали, это тоже, это надо из газа или из нефти пластмассу делать. Столько народу было задействовано, и вы один вообще тут, как будто бы какой-нибудь китайский мандарин прямо вот тут сидите тут, звоните. Весь мир перед вами, они никто, а вы тут все звоните. Как там дела? Хорошо. Здорово. Вот. Поэтому, поэтому я очень рад, что вы понимаете такую вещь, которую надо, вся КПРФ это не понимает. Они все хотят выиграть на выборах. Вот если я, допустим, этот самый, в колпачки играют. Знаете, хоть кто-нибудь выиграл когда-нибудь у тех, кто колпачки расставляет? Никогда не выиграл. Потому что они, когда их расставляют колпачки, шарик у них уже здесь. Там уже в этих колпачках нету, если их шарика нету. Они все еще с ними садятся и играют. Чудаки. Так и здесь. Ну хоть сколько раз. Это не значит, что не надо участвовать в выборах. Это же интересно посмотреть, кто что. Чувак что говорит, кто как голосует. Да еще тайны. Какая тайна? Она уже явная для нас с вами. Явно, что выигрывают буржуазные партии. А что? Какая тайна-то? Тайны никакой нету. Кто конкретно голосовал? Какое имеет значение, кто конкретно как голосовал? Вот допустим, вы голосуете и я против. Ну и что? Это что-нибудь решает? Нет, не решает. Потому что основная масса проголосует в соответствии со своей идеологией. Вот и все. Странно было бы, если люди не в соответствии с сознанием. Сознание буржуазное, значит оно господствует сознанием буржуазное. Потому что бытие господствует буржуазное, значит и сознание господствует. Все в порядке. Поэтому это вот, скажем, КПРФ – это партия, которая хорошо устроилась в буржуазном обществе, она как бы защитница интересов народа, но ничего никак и не защищает. Даже ничего не предложила. Вот взяла бы другую пенсионную реформу. Ну, для смеха хотя бы другую. Там же каждый… Вот вы-то не имеете право законодательной инициативы. И я не имею. А они имеют, депутаты право законодательной инициативы. Взяли, приготовили проект и внесли. Все, и надо его обсуждать. Никто же не внес. Говорят, вот ты такой ужасный проект. Так что ужасный? А вы что, хорошее не внесли? А мы будем протестовать. Вот представляете, я буду вам ставить тройки на экзамене, а вы будете протестовать. И что? Протестуйте сколько хотите. Можете с флагами ходить по коридору. Туда? Сюда. Это же смешно. Поэтому то, что сейчас… То есть протестовать – это совершенно бесцельная, пустая деятельность. Вот если вы что-то, чего-то захотели там, напасть на меня и убить. Это я понимаю. Какая-то цель поставлена, значит. Какой-то продумано всё. Как, где, как это всё сделать, угрожать. Ну, какой-то тут есть смысл. А в этом нет ничего. Вот. Ну, вот это главное, что мы должны были понять, что общественное бытие определяет общественное сознание. И, следовательно, все надежды такого рода, что, так сказать, вот какой-то такой механизм выборный, этот выборный механизм представляет свою форму диктатуры буржуазии. А вот фашизм – это не просто диктатура буржуазии, а это… Потому что не господствует обычно в буржуазном обществе какая? Буржуазная демократия. Но иногда, если это империалистическая страна, у него есть финансовый капитал, а финансовый – это не денежный, а это банковский, сращенный с промышленным. Причём господствует банк. Вот в этом случае, если это финансовый капитал, и который, минуя эти все думы, голосования, всё равно ясно, кто победит, выкидывает это всё и напрямую устанавливает открытую террористическую диктатуру. Террор – это что? Террор – что такое? Ну, это не совсем русское слово, да? Террор. Террор – что такое? А? Что это? Насилие. Не слышу. Насилие. Не, насилие – это не террор. Это с помощью насилия можно осуществлять террор, наводить террор. Насилие, принуждение – это разные слова. А террор – что такое? Да, вот это ближе. Запугивание, ужас, наведение ужаса. Запугивание – это вас сейчас кошка съест. Нет. А вот я сейчас вам и вот, вот это вот, если что, ужасное что-нибудь такое. Что ужасное? Ну, вы видели, что делали фашисты? Это сжигали людей в печах, собирали волосы, выдергивали эти самые челюсти, если есть уголки, коронки. Тут однажды приехали граждане из Германии к нам туда, в ЭПК, где я работал. Там хороший такой зал большой. И вот меня попросили для них лекцию прочитать о том, что у нас происходит. И вот они начинают, вот у нас, вот у нас, вот Германия, демократия. Да, говорю, конечно, у вас культура высокая, демократия, вот это у нас. Но у нас мы даже не научились делать абажуры из человеческой кожи и перчатки из человеческой кожи, и из волос не делали, матрасов. И как они успокоились так, такие тихие мирные? Или иногда вот так же американцы приезжают. Там, правда, фашизма не было в самой Америке, но индейцев они всех практически поубивали. Вот. И когда у нас, когда у нас рабство, когда у нас крепостничество закончилось? В 1861 году. А когда рабовладение закрылось в Америке? В одном из штатов один из последних казахонов был, скажем, в одном дне, чуть ли не посетение 20-го века. Ну, общее-то какое-то было там решение. Рабовладение закрывается. Ну, в 63-м году. Вот смотрите, у них в 63-м году рабовладение закончилось, а у нас в 61-м уже крепостничество не было. Они отстали, а отставали от нас на целую эпоху. И вот тоже как-то приезжают, у нас в демократию. Да, конечно, говорю, у вас там демократия, а нам-то где уж гоняться? У нас, у вас вон рабовладение было до 63-го года, а у нас в 61-м году уже крепостничество не было. Стал им народ. Вот, поэтому тут есть такие крупные вещи. Так вот, фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансовых. То есть наведение ужаса обязательно. Ну, как в Ираке вот нападали? Что сделали? Убили президента законно избранного, внука его убили. И сломали государство. Демократическое там было, в Ираке какое-то. Вы любите Саддама Кусейна? Я, например, его не люблю. Ну, это не наше вообще государство. Чего вы, наверное, напали? Напали? У них что же? А в Ливии что творилось? Разорвали в Курске? В Амара Каддафи. В общем, это все хорошо было. А? А в Ливии вообще все хорошо было. Ну, не все было хорошо, но у них там было, между прочим, и бесплатное образование, и бесплатная медицина, и молодым парам выдавали жилье. Под очень низкую сумму. Вот прилетели, уничтожили, поубивали. Сейчас вообще там что-то, нет государства, нет вообще. Кошмар. Вот это фашизм. А потом сказали, все, мы улетаем. Уже у нас ничего нет. У нас внутри все хорошо. У них внутри все хорошо. Фашизм, так сказать, для других получается. А для нас нет. У нас внутри фашизма нет же Америки, правильно? А туда в этом участвовали и Англия, и Франция, и Италия в этом всем процессе. Вот такая штука. Поэтому это вот одна из форм диктатуры бургузии. Но она реже применяется. Как бы она неприличная такая. Поэтому так немножко применили, а закрыли. Вот у нас стреляли по парламенту в 93-м году? Стреляли. Ну на какой финансовый капитал могла эта стрельба опираться? У нас был финансовый капитал? Нет. На американский. Постреляли, а потом говорят, ну хватит, давайте сейчас новость. Конституция, сворачиваемся. Демократия. И опять, может, демократия. Говорит, что хотите. Вот что вы, кроме меня, хотите плохое, сказать, пожалуйста, выступайте. Ничего не хотите. Как хотите. Потом, может быть, не дадим уже, а сейчас можете выступать. Демократия. Так, ну вот мы с вами очень важную сегодня тему рассмотрели. Вот эта тема, если ее называть, это общественное бытие и общественное сознание. Это приоритет общественного бытия, первенство общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Или определяющая роль общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Это главный принцип исторического материализма. Вот мы там с вами говорили про материализм диалектический. Бытие первично, сознание вторично. А вот это сегодня мы рассмотрели. Главный принцип исторического материализма. Общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Вот теперь вы знаете, что главное в историческом материализме. Все остальное – это, так сказать, его раскрытие. Раскрытие, как это происходит и так далее. Это уже детали. Но главный принцип такой, как это происходит. Поэтому иногда говорят, что вы отдельно считаете производство этих самых материальных продуктов. Давайте добавим сюда услуги, давайте сюда добавим информацию. Не надо их добавлять. Вот что информации больше, когда 3 плюс 5 или 8? 3 плюс 5. 3 плюс 5, конечно, больше. Поэтому не надо складывать, смешивать. Не надо материальные блага смешивать с идеями, с религией, с информацией, с программами, с картинами, с книгами. Это все разные вещи. Жизнь разнообразная, и деятельность, и очень много. У человеческого общества нельзя все сводить к материальному производству. Ну, такая тенденция есть. Я скажу, все это, все мы рабочие, все мы материально-производительные. Это тоже материя. Это грубая ошибка. И тогда она не позволяет такое поведение, не позволяет пользоваться принципом вот этого приматопроизводства, определяющей роли производства по отношению общественного, по отношению к общественному сознанию. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.